МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, Дима, иди сюда. Сейчас иду, вы пока заставку смотрите. Нет лучшего гримера, чем младший брат. Так же, как нет лучшего источника информации про наш университет, чем сайт s.ru. КРАС. ТОЧКА. РУ. Все ссылки в описании. Открываем его, и что же видим? В приказе о локальных нормативных актах от 6 апреля Все зачеты, кусачи, проекты, практики. Выбородить они со словами и выми. Дистанционка уже проходит и будет проходить на нескольких платформах. Это Zoom или Skype, если преподаватель захочет это индивидуально. Через вебинары СФУ, привет вебинары. А также через WhatsApp и Viber. Также предусмотрены корпоративные ресурсы. Ну, туда, где преподаватели вам сказали, подпишитесь. Это Microsoft Teams. Это G4 Education. И еще одно иностранное название, которое я, к сожалению, и не запомнил. Но сейчас я прошу, минуточку, да. И через Disco WebEx. И самое главное, самое лучшее, сладкое, пряное. Через Е-курсы. Хе-хе, бай. Переиздачи же будут проходить в многоступенчатом формате. Вы открываете документ в Word. Пишите, 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 пишите. Хорошо, главное, не списывайте. Затем скидываете преподавателю в WhatsApp и Viber. А потом самое интересное. Вас ждет увлекательная беседа с преподавателем на тему. Ты списал? Почему ты списал? Если ты не списал, расскажи мне содержание всех вопросов. Как говорится, go в Skype. НО, Господи! НО, Господи, пожалуйста, НО! 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 Счета будет проходить от пяти до семи минут. НО! Если же ты случайно, случайно решил заболеть, то экзамены, зачеты и пересдачи будут переноситься также в электронный формат, но на несколько дней позже, в рамках нашей сессии. Логично. А вот что действительно перенесут, я тебе по секрету расскажу. Это вступительные на военную кафедру. Да-да, они будут проходить не в начале июля, а в второй половине июля и августа. Только это секрет. Никаких летников. Никаких. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. Но пока сессионный Армагеддон еще не случился, большинство студентов стараются укрыться на своей малой родине. А ты домой езжай. К маме. По данным управления общежития Сибирского федерального университета, 6558 студентов выехало за пределы родного кампуса, в то время как остались всего 2364 человека. Что же вам пожелать, ребятки? Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Но время идет, и ЖИ потихоньку возвращается в общежитие. Вслед за мерами по изоляции от нашего губернатора, Сибирский федеральный университет выпустил свое постановление. Это приказ о возвращении студентов после временного отсутствия от 8 апреля. В нем сказано, что если ты приехал из одной самоизоляции, будь добр сходить в наш медицинский центр с 9 до 3, получить справку о состоянии здоровья. Ты, честно, должен быть здоров. И пройти в общежную самоизоляцию сроком минимум на 2 недели. Так что заводи общежных друзей и проси, чтобы они сходили в магазин задошика. Свободу попугаям! Свободу попугаям! Я бы не советовал бунтовать, потому что причины у самоизоляции вполне еще веские. Совсем недавно паблик Сибирского федерального университета выпустил пост, в котором сказал о том, что нашли таких зараженного коронавирусом в 4-м служебном общежитии. Все уже хорошо, его изолировали, но тем не менее. Его нужно найти и в твоем общежитии тоже. Не его конкретного, но кого-нибудь еще. Поэтому надо быть осторожным. Если ты заразишься этим вирусом, ну заразишься и все. Так что соблюдайте предписания, пользуйтесь масками, занимайтесь профилактикой. Да, я говорю про лимончик. А главное, используйте этот шанс. Используйте свободное время, которое нам дано. Правильно. Гим, гим есть. А главное, вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...